Я его удерживаю. Новая достопримечательность, флаг Татарстана, который побывал на вершине Эвереста, сегодня из Санкт-Петербурга отправился в Казань, в музей. Депутат Госдумы Александр Сидякин презентовал Рустаму Мениханову еще и вещдок. Камень с горы для достоверности своего там пребывания символом Татарстана. Подписано 1 июля 2017 года. И в первые же минуты старта работы Санкт-Петербургского форума подписание соглашения о том, что в декабре на базе Казанского техникума пройдет национальный чемпионат по IT-специальностям. Информационные технологии уже в действии, демонстрируют в этом году на форуме КАМАЗ. Основные селфи сегодня на фоне новой разработки автогиганта. Этот автомобиль по праву привлекает внимание всех участников форума. Обтекаем электрический, да еще беспилотник. Сегодня презентацию самой свежей камазовской разработки в прямом эфире в своих соцсетях провел Рустам Мениханов. Так, в прямом эфире. Расскажи, пожалуйста, что за автобус? Это автономные электрические транспортные средства, которые движутся без водителя. Этот проект, шаттл для городских перевозок, камазовцы впервые привезли и показали в Санкт-Петербурге. Пока максимальная скорость образца 40 км в час, но за ним будущее уверены татарстанцы. Как и за чистой средой, шаг к этому сегодня также был сделан в рамках питерского форума. Соглашение с агентством стратегических инициатив о том, что именно в Татарстане, в рамках лаборатории с говорящим названием «Магазин верных решений» будет внедряться новая система по переработке твердых бытовых отходов. Мы будем применять на территории Республики Татарстан лучшие решения, которые есть в Российской Федерации. Они позволят нам применять новые технологии, раз. Во-вторых, новые финансовые инструменты. В свою очередь, практики нефтяников Татарстана интересны в Бахрейне. Сегодня делегация государству попросила помощи в проведении геологоразведки. Смотреть, оценить количество запасов в Бахрейне и оценить необходимые требования по инвестициям. Ну а напротив стенда «Татарстан» разместился тульский пряник. Известный в мире десерт раздавали членам делегации после подписания соглашения о сотрудничестве между Татарстаном и Тульской областью. Это передовой субъект Российской Федерации по привлечению инвестиций, грамотному вложению инвестиций. Очень важны горизонтальные связи между регионами. Тульский регион — это крупнейший промышленный центр, и мы имеем серьезный оборот между нашими регионами — 4 миллиарда. И уже в конце дня сегодня же было подписано соглашение о сотрудничестве сроком на 10 лет с компанией «Филипс». Самые новые средства для диагностики заболеваний на ранних стадиях будут и дальше поставляться компанией в Татарстан. В республиканском онкологическом диспансере самый современный магниторезонансный томограф будет введен в эксплуатацию уже практически через месяц.